Под Львовом прогремели три мощных взрыва. Власти Киева не будут увеличивать комендантский час, а Владимир Зеленский обратился к странам Ближнего Востока. Страны Европы продолжают принимать украинских беженцев. Первую группу из Молдавии приняла Германия. Она же доставляет гуманитарную помощь тем, кто остался. Под Львовом прогремели сразу три мощных взрыва, сообщил глава региона Максим Козицкий. Над городом густой дым объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, ракетным ударом подверглись нефтяные базы. Власти Киева не будут вводить длинный комендантский час на полтора дня, как сообщалось ранее. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Катарской Дохе и сравнил разрушение Мариуполя с разрушениями Алеппо, нанесенными российской и сирийской армиями 11 лет назад. Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас, наращивайте производство энергоносителей для того, чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира. Тем временем западные военные аналитики отмечают, что наступление российской армии остановилось сразу на нескольких направлениях. В украинском Минобороне заявили, что украинцы смогут вернуть под свой контроль Херсон уже в ближайшие часы. Впрочем, в российском Минобороны считают, что первая фаза спецоперации, как ее называют в Кремле, прошла успешно, и теперь войска смогут сфокусироваться на Донбассе. Стоит отметить, что в субботу министр обороны Сергей Шойгу появился на публике впервые с 12 марта. При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, тем не менее мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание моего готовности стратегических ядерных сил. Ведомстве продолжают настаивать, что Россия наносит только, цитата, высокоточные удары по военным объектам. Однако фотографии и видео из разрушенных украинских городов доказывают обратное. Харьков и Мариуполь уничтожены практически полностью. Следующей целью российской армии может стать Николаев – ключевой город на пути к Одессе. Их 134. Они прилетели во Франкфурт из Молдавии. Это первая группа из примерно 2,5 тысяч украинских беженцев, которых согласилась принять Германия из бывшей Советской Республики. По последним данным, в Молдавию с Украины бежали свыше 379 тысяч человек. Для них по всей Европе организовано 14 тысяч мест. По словам министра иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербак, воздушный мост из Молдавии – самый важный шаг в оказании помощи стране справиться с наплывом беженцев. За три недели в Польшу прибыло более 2 миллионов человек. Пограничный пункт Медыка многолюден, как никогда. Агентство ООН по делам беженцев работает здесь бок о бок с местными властями и волонтерами, чтобы обеспечить максимальную поддержку людям, в том числе с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем. Главное – это защита. Первое, что принципиально важно, чтобы люди, спасающиеся от действительно опасных ситуаций, когда на кону стоит жизнь, могли получить доступ к безопасности. Но затем нужно позаботиться и о других их потребностях. Некоторым из них нужна специфическая помощь. К нам приходит много людей с ограниченными возможностями. К ним нужен индивидуальный подход. Некоторые из них нуждаются в медицинском уходе. Три раза в неделю из Германии на Украину отправляется грузовой состав с гуманитарной помощью от населения. Все это предназначено тем, кто находится в центрах для перемещенных лиц, и тем, кто продолжает прятаться в бомбоубежищах в зоне боевых действий. Им пришлось оставить свою страну, но не работу. На севере Франции украинских работников, бегущих от войны, принял их работодатель – текстильная компания. Они продолжают шить одежду для различных модных брендов, но уже в спокойной обстановке. Было ужасно, страшно. Не знали, что нас ждет, как дальше все будет. Ну, так как у меня дети, мы решили из Киева уехать, потому что действительно страшно было. Кредерик Ленер предложил нам продолжить нашу работу здесь, непосредственно во Франции. Надежда говорит, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны, она счастлива видеть своих двух дочерей и внучку в безопасности, а с другой – переживать за мужа, брата и зятя, оставшихся на Украине. Решение было принято довольно быстро. Большинство тех, кто сейчас здесь, во Франции, тогда уже приняли решение покинуть свою страну. Когда они уезжали в Польшу, я сказал им, в таком случае приезжайте во Францию, мы постараемся найти вам жилье. Это люди, которых мы знаем более 20 лет, они наши сотрудники, внештатники или даже друзья. Для нас решение было очевидным. Из-за закрытия фабрики на Украине Ленер думает о переводе производства в другую страну. Но пока важнее обеспечить своих сотрудников всем необходимым. У них есть жилье и работа, дочь Надежды вот-вот пойдет во французскую школу. Но они планируют как можно скорее вернуться на Украину. Говоря, в гостях хорошо, а дома лучше. США призвали Совет Безопасности ООН усилить санкции против Северной Кореи в связи с тестовым запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Предложения Вашингтона поддержали Франция и Великобритания. Против выступили Россия и Китай. Ранее Абхеньян подтвердил, что 24 марта провел первые с 2017 года испытания ракеты большой дальности. «Хвасон-17» пролетел чуть более тысячи километров на высоте в 6200 метров и через 71 минуту упал в Японское море. Между тем в Токио уже назвали новую северокорейскую ракету угрозой нового порядка. По словам министра обороны Японии Нобуа Киси, снаряд способен преодолеть более 15 тысяч километров, а значит достичь любой точки на территории США, в том числе и на восточном побережье. «Хиньян» также опубликовал официальное видео запуска ракеты в голливудском стиле. На нем Ким Чен Ын в кожаной куртке и солнечных очках лично принимает участие в запуске. На Мальте проходят всеобщие выборы. По опросам победу на них одержит лейбористская партия во главе с действующим премьер-министром страны Робертом Абеллой. Несмотря на коррупционный скандал вокруг правительства, раскрытый журналисткой Дафной Каруаной Галицей, которая была убита в октябре 2017 года, В результате массовых протестов предшественника Белла на посту премьера Джозеф Мускат ушел в отставку. Барабанщик известной рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет. По данным СМИ он был найден мертвым в своем гостиничном номере в столице Колумбии Богате, где группа должна была выступить в рамках турне по Южной Америке. В официальном заявлении Foo Fighters смерть Хокинса назвали трагической и безвременной потерей. Оставшиеся выступления группы отменены, о причине смерти музыканта не сообщается. Церемония «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье 27 марта. За победу в престижных номинациях поборются многие европейские картины. Особое место среди претендентов на золотую статуэтку, как всегда, занимает британское кино. Награда за лучший фильм может достаться британно-ирландскому режиссеру Кеннету Брана, которого уже восемь раз номинировали на «Оскар». Картина Брана Беллфа сповествует о его родном городе, который стал театром вооруженного конфликта между католиками и протестантами Ольстера. Черно-белый фильм уже получил ряд кинопремий, таких как «Золотой глобус» за лучший сценарий. Оливия Колман может получить второй в своей карьере «Оскар» за лучшую женскую роль. Драма «Незнакомая дочь» Мэгги Джолин Холл по роману итальянской писательницы Эллины Ферранте повествует о несчастливом материнстве и сожалениях главной героини на фоне идиллических пейзажей и гейского моря. Конкуренцию британки составит Пенелопа Круз, сыгравшая в картине «Параллельные матери» Педро Альмадовара. Испанский фильм также выдвинут в номинации за лучшую музыку. Автор оригинального саундтрека – композитор Альберто Иглесиас. Главным фаворитом в номинации «Оскар» за лучшую мужскую роль стал британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в психологическом вестерне «Власть пса» культовой австралийки Джен Кэмпиен. Неожиданностью для кинокритиков стала номинация на премию «Оскар» в трех категориях – фильм на иностранном языке, анимационный полнометражный фильм и документальный полнометражный фильм датской картины «Побег» режиссера Йонаса Пойра Расмусена об истории афганского беженца, успешно построившего свою жизнь в Дании. Норвежская картина «Худший человек на свете» Якима Триера претендует на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Фильм в 12 частях повествует об истории любви и эмансипации на фоне меланхоличных пейзажей Осло. Среди пяти финалистов категории «Лучший фильм на иностранном языке» – три европейца. Кроме скандинавов, три – Рай Расмусена, цена награду поборец и итальянец Пауло Соррентино. Автор «Великой красоты» и сериала «Молодой папа» снял фильм «Рука Бога» – историю взросления молодого неаполитанца Фабьетта для стриминговой платформы Netflix. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok